приветствую всех единомышленники друзья подписчики знакомые и просто те кто заглянул на огонек судя по просмотрам и статистике моего канала мото тема не особо пользуется популярностью моих зрителей ну что делать наверное еще не дошел до уровня ну не знаю тех у кого просмотры мото теме зашкаливает ну не важно я это делаю для себя мне это нравится и я хочу снять ролик о поездке из моего города в элак то есть на самый юг израиля это недалеко это всего лишь примерно около 400 450 километров в зависимости от того как я построю маршрут а я хочу уехать не напрямую а именно по каким-то точкам то есть ну я думаю что выйдет примерно 450 километров так как это путешествие будет не особо легким потому что будет проходить она в жару и займет она ну примерно часов 5-6 то есть тот же день назад возвращаться я не буду но мы сделаем так мы приедем в элак переночуем там ночь посидим у моря может искупаемся проснемся на следующее утро и отправимся домой уже другим маршрутом для того чтобы осуществить эту поездку мне нужно обслужить мотоцикл тот кто смотрит меня он примерно знает как я езжу на чем я езжу куда я езжу ну в принципе я хочу вам напомнить вот он мой пепелац это royal лэнсит classic 500 2018 года что я хочу сделать как я хочу обслужить мотоцикл ну естественно замена масла и масляного фильтра естественно также прочистка фильтра масляного насоса он несменный он просто снимается и чистится также замена прокладок масляного фильтра и еще несколько вещей которых я называю скажем так поковыряться с мотоциклом я уже делал одну такую серию можете посмотреть ее верху в подсказках в общем что я имею ввиду поковыряться с мотоциклом вот видите какой-то момент я заметил что у меня есть масло на голове на голове цилиндра естественно не на моей голове и я обратил внимание что подтекает это дело из под крышек ну в общем я заказал новые прокладки и поменяю прокладки на крышках головы цилиндра то есть это клапанные крышки по сути дела плюс ко всему есть вот такой шланг кто опять же смотрел предыдущую серию поковыряться с мотоциклом вы видели что оригинальный шланг он порвался и я его заменил на то что было под рукой то есть это шланг из какого-то то ли пвх то ли еще что-то и я его поставил потому что другого решения у меня не было а масло вот видите вот здесь масло у меня текло то есть даже я поставил этот новый шланг все равно он подтекает я поменяю его на оригинальный я заказал оригинальный шланг он уже у меня также помою цепь смажу ее заменю вот эти болтики видите болтики крепления защиты глушителя самой банки они откровенно уже просто заржавели нафиг я их поменяю я приобрел болты из нержавеющей стали и поставлю их сюда ну и соответственно после всего этого я помою мотоцикл и будет мой пепелац обслуженный чистый и готов к поездке начинаем для начала ребят нам необходимо снять сидение а потом снять бак для того чтобы был доступ для замены прокладок голов цилиндра крепление сидения держится у нас на двух болтах через пружину и на одном крепление не знаю видно вам или нет вот здесь вот здесь сейчас мы открутим эти три крепления и снимем сидение у нас будет доступ к демонтажу бака вот эти два болта весь крепеж аккуратненько собираем назад и складываем в доступное место вот так вот мы демонтировали сидение видите теперь у нас есть доступ к демонтажу бака вот эти два болта все что необходимо открутить но перед этим надо будет отсоединить топливную систему от инжектора отключаем вот эту фишечку и вот у нас есть шланг честно говоря к нему у меня есть сомнения я боюсь что я сейчас отключу и пойдет бензин нет не пошел бензин отлично так значит здесь мы отключили и теперь надо отключить с другой стороны так с другой стороны есть еще какой-то разъем вот здесь еще какой-то разъем на баке если честно понятия не имею ребята как он отключается полез заниматься так сейчас будем смотреть куда он идет через немного делать нашел я ребята этот разъем вот он в принципе вот он я сейчас обрежу крепление вот это разъединю сам разъем но тут есть еще шланг который идет из бака куда-то туда я не буду его разбирать я оставлю подсоединенный просто уберу бак вот сюда назад чуть-чуть положу вот здесь на место переднего сидения и все все разъединил эту фишечку перебираем бак вот сюда назад примерно примерно вот так все я думаю более-менее будет здесь держаться мне это не мешает теперь у меня есть доступ к головам точнее голове и крышкам сейчас я поменяю вот эти прокладочки точнее это сделаю после того как солью масло так что продолжаем приобрел ребята я вот такое масло 1550 это масло рекомендовано производителям для четырех тактных моторов мотоциклетная нет никакая не реклама абсолютно это единственное масло 1550 которое я нашел в магазине поэтому его я приобрел вот здесь у меня есть прокладочки под головы видите точнее под крышки клапанная ну и здесь еще куча всяких деталей вот видите фильтр вот она шланга который я собираюсь менять то есть но фильтров я приобрел два это резинки аккумулятор крепить у меня оригинальный порвались я их тоже поменяю шлангочка но это демпфер для выхлопной трубы то есть там демпфер используя испортился точнее он больше как прокладка в общем все это я сегодня хочу поменять как это будет происходить а вот так видите вот она сливная пробка основная вот здесь есть дополнительный слив это присутствует на мотоциклах после 12 года выпуска и вот здесь находится крышечка фильтра масляного насоса это тот фильтр который надо будет просто промыть и вставить назад вот здесь у нас находится сам масляный фильтр начнем с того что я возьму масляный фильтр и замочу его на 15 минут в масле во избежание масляного голодания мотора в первые минуты запуска так рекомендует производитель так мы это и сделаем ну для начала открутим вот эту пробку чтобы был доступ воздуха и маслу было легче стекать потом и да ребят все эти манипуляции я провожу на стоянке нет у меня гаража нет у меня специализированного места поэтому все это я делаю на стоянке под домом вот так так ребят вот здесь мы видим сливной болт с специальным магнитиком для сбора стружки сейчас мы посмотрим что у нас там собралось в принципе ничего страшного но судя потому что вижу это мелкая пыль это мелкая металлическая пыль так и должно быть это говорит о нормальной работе двигателя то есть если мы здесь увидели какие-то большие металлические куски длинные иглы какие-то то это было бы уже плохо но здесь просто металлическая пыль на масле видите даже палец окрасился но в принципе это хорошо что у нас там а там у нас почти все закончилось это хорошо можно откручивать следующий болт то есть дополнительный там по идее должно слиться еще около полу литра масла дальше опять же по совету специалистов надо немножко несколько раз дернуть киком чтобы дополнительное масло которое рассеянное по двигателю слилось ну вот да опять полилось масло конечно чернющее пепелат мой прошел всего лишь 16 копейками тысяч километров но масло я в нем уже менял так как масло рекомендуется менять по моему каждые десять тысяч ну он больше у меня ребята стоит чем ездит хотя я езжу но очень мало в принципе но масло менять надо а тем более перед поездкой сейчас мы все это дело поменяем обслужим и поедем покатаемся ну и естественно вы все это увидите да ходят споры стоит ли промывать мотор перед заливкой нового масла а я ребята лоханулся а знаете почему мотор надо было завести черт вот это я конечно забыл сделать его надо было завести и немножко прогреть а я этого не сделал и что же делать теперь твой елки я даже не знаю ой 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 на свой страх рис закрутить назад залить литр масла и дать ему секунду секунд тридцать поработать чтоб его промыло блин даже не знаю что делать а ну есть специалисты посоветуйте в комментариях что мне делать я в любом случае сейчас что-то буду делать но вот это моя ошибка я не завел и не прогрел мотор перед сливом масла ну что ребят буду исправлять ошибку есть у меня вот такое масло тоже 1550 я сейчас залью это масло заведу мотор дам ему немножко погреться и еще раз его солью ну то есть понимаете изначально ошибся придется это как-то решать я думаю что это будет вот так заодно это получится промывка двигателя ну еще раз я повторяю что я не знаю как и что правильнее промывать двигатель не промывать если кто-то имеет свое мнение на этот счет отпишитесь в комментарии мне не важно набрать комментарии мне важно знать стоит ли это делать или не стоит потому что сети источники настолько разнятся одни говорят да другие говорят ни в коем случае там третье какое-то специальное промывочное масло используют не знаю в общем жду вашего совета в комментах а пока заливаю это масло и буду прогревать двигатель да да ошибочка вышла залил я ребята масло не только те полтора литра что у меня были добавил я еще старого масла думаю пусть лучше будет полный объем пусть он поработает с полным объемом чтобы ничего не случилось в общем немножко нагрел я двигатель ну походу чуть-чуть перегрел сейчас немножко постоит чтобы можно было руками пробки открутить не обжечься а я пока откручу вот эти вот вот эти вот дела горячая зараза пупец ну всем завжавели это уже болты которые я менял я уже ставил болты но я что-то не подумал и поставил сюда цинкованные а не видите ну что превратились сейчас будем ставить опа вот это не есть хорошо а вот это не есть хорошо если вот это сейчас не открутится это будет печально ай-яй-яй-яй-яй а это очень печально печаль печальная ребята это плохо это плохо придется ребята сейчас это дело побрызгать WD-40 в простом роде по-русски WD-шка немножко подождать посмотрю что я могу с этим сделать потому что отвертки это дело не идет это то чего я боялся болты болты проживели что слизались о этот пошел уже хорошо хорошо это все надо будет поотнувать а вот этот не хочет я не знаю как с ним бороться но точнее знаю но сейчас посмотрю с помощью вот этого инструмента надеюсь что он поможет да 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 ура грубой силе и WD-40 так причем сажал я их на графитовую смазочку чтобы все было хорошо так как нагревается здесь неплохо да все снял вот так выглядит глушитель окей это надо помыть это вот уже все отмоется старый крепеж о какая хрень у меня тут надо это выбросить то есть старый крепеж весь мусор что с ним делать и вернемся ребята к мотору начну я сливать масло так ну что ребят теперь приступаем к извлечению самого масляного фильтра вся эта крышечка подпружиненная поэтому надо действовать аккуратненько ой забыл я за вот это предупреждение да обязательно вот в это место подложите тряпочку потому что отсюда тоже польется какое-то количество масла видите первый раз сам меняю здесь масло фильтр поэтому столько ошибок но вы моих ошибок не повторяйте обязательно подкладывайте тряпочку сюда и придерживая рукой выкручиваете вот эти болты крепления и аккуратненько вынимаем вот так так где у нас прокладочка здесь должна быть прокладочка она вот она и достаем венчиком достаем масляный фильтр вот вторая прокладочка масляного фильтра да я не знаю насколько он выглядит ужасно не ужасно я его там не разбираюсь но менять мы в любом случае меняем так еще несколько движений киком для проверки все ли слилось когда вы будете вот так делать обязательно вытащите ключ из зажигания чтобы не дай бог не завести мотоцикл в этот момент да я вытащил тут уж я не ошибся так ребят приступаем к подготовительному процессу первым делом я вытру и промою вот этот фильтр с помощью спрея для очищения карбюраторов будем ставить это дело назад не хочет она там держаться поэтому придется вставлять вместе с крышкой и сразу прихватывать одним болтом это будет та еще развлекуха ну ладно делать это придется с этим закончили ставим пробки ай-яй-яй неудобно затягивать нет у меня головки ребят поэтому я затягиваю накидным ключом не очень удобно ну подтяну вот так затягивать тоже не переусердствуйте вот так все сопротивление есть нормальненько и вторую сливную пробочку и вторую сливную пробочку мы уже действуем с помощью головки так же все есть сопротивление больше не стоит протираем все это масло от остатков вот так чтоб потом было понятно есть у нас потеки или нет так начинаем установку масляного фильтра старое уплотнение убираем берем крышечку болты крепления и предварительно как вы помните замоченный масле фильтр вот он аккуратненько достаем фильтр немножечко сливаем с него масло и отправляем его в шахту вот так все фильтр ушел в свое место след за ним идет следующее уплотнение и следом у нас идет крышка вот с крышкой немножко сложнее не нравится не нравится мне что вот это кольцо уплотнительное выпадает отсюда это плохо так я наверное сейчас сделаю такой я возьму немножко солидольчика и приклею ее на солидол иначе по другому мне с ней не справиться так ну вроде бы прекрасно держится все начинаю ставить все ребят закручиваем равномерно потихоньку до легкого сопротивления не больше был бы у меня динамометрический ключ а толку если бы и был я не знаю усилия которые необходимы поэтому до легкого сопротивления все с этим закончили теперь осталось залить масло но масло я пока заливать не буду пока что я хочу заняться вот этим местом сейчас я сниму опять бак установлю новые прокладки после этого установлю новую трубочку сюда и только потом залью масло и будем проверить так ребята есть у нас доступ начинаю разбирать вот так довольно не сложно получилось вот вот она прокладочка такие у меня есть новые сейчас просто напросто заменю прокладки и все ну вот ребята все устанавливаю я новую прокладочку полирнул немножко крышку немножко немножко совсем я не снимал это немножко полирнул ее все установил прокладку все буду ставить крышку на место так встала она на место намного лучше чем снималась вот так все встала 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 сейчас я возьму болтики болтики так ну вроде прокладки сидят все хорошо так поставил это теперь можно возвращать бак на место сейчас сейчас верну бак займусь вот этой трубочкой и глушителем то есть ну в принципе я могу уже залить масло но я хочу для начала все таки поменять эту трубочку так ставим сиденье так установил я сиденье все занимаюсь вот этой трубочкой для этого мне надо открыть вот эту штукенцию и снять фильтр хотя может и нет может обойдется и без этого снял так сейчас буду устанавливать новую вот она новая хомутик надеваем его на трубочку изначально вот это да хомутик стрельнул хомутики не такие так хомутик я повыше приспособил одеваю шлангу так шланга наделась теперь задача вернуть хомут туда вниз задача не из легких так как хомут ребята это не не родной хомут я поставил сюда другой так где же родной хомут иду искать родной хомут так ребята найден и установлен родной хомут вот он родной хомут стоит будем надеяться что больше здесь течи не будет не знаю если он поменял слабоват этот родной хомут будем посмотреть если будет здесь опять течь я его уберу поменяю на что то другое но второй хомут то есть тот хомут который я ставил до этого он маленький сюда вот ребята и новое уплотнение и демпфер одновременно для глушителя старый я выдолбил вычистил все там протер все там почистил вот так выглядит старое уплотнение видите то есть это смесь металлического корда какого-то и графитовых волокон ну сейчас поменяю вопрос куда его лучше ставить на на сюда или в туда входит он сюда так-то плотненько я боюсь чтобы я его не поломал надо немножко наверное вот эти вот лепестки подраздвинуть ну такими подручными средствами сами понимаете я не гараж инструмента особо нет поэтому я пытаюсь тем чем могу так так страшно его насильно туда пихать чтобы не поломать блин вот так вот все я думаю вот так будет достаточно вот так и дальше хомутом мы его затянем так ребят поменял я болты здесь все поменял демпфер поменял болты поставил уже на защиту я хотел поставить вот сюда болты из нержавейки но болты которые я приобрел оказались резьбой UNC то есть болты которые я приобрел оказались резьбой четверть дюйма а здесь резьба М6 и вот так я немножко не угадал ну ладно неважно я поставил пока что другие болты не оцинкованные а закаленные но при первой же возможности я наверное их поменяю на болты из нержавейки ну хотя вроде и так неплохо смотрится ну ладно будем посмотреть все пришли мы к тому моменту когда уже можно заливать масло сейчас я здесь немножко под ногами все это уберу и залью масло ой-ой первый литр ушел как вы помните у меня здесь осталось грамм 100 масла после того как я замочил фильтр оно тоже идет в двигатель так так ребята второй литр ушел ну уже в окошке мы видим масло но масло сюда заливается два с половиной два семьсот примерно так не два литра два с половиной два семьсот то есть я сейчас залью еще пол литра масла и тогда заведу мотор посмотрю как его разгонит по мотору и тогда уже будем посмотреть доливать или не доливать точно сейчас там в моторе два с половиной литра масла так сейчас закручиваем пробочку прокачиваем немножко и заводим пару раз качнем так и будем заводить завелся сейчас по заглядываю проверю течь и масло и думаю все будет хорошо так 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 уровень масла нормальный не упал значит все в порядке пару раз еще туда сюда проеду проверю посмотрю течи кстати сейчас еще раз загляну течь и гляну вот надо будет хорошо промыть и еще раз проверить через недельку ну вот ребят вот так я обслужил свой мотоцикл это все перед предстоящим путешествием на юг Израиля в город Эйлад я думаю что все будет хорошо мотоцикл меня в дороге не подведет вот так может быть даже кому-то будет полезно то что я делал если кто-то считает что это я сделал не так неправильно можно было сделать лучше добро пожаловать в комменты подскажите я рад и открыт для общения я кстати всегда прислушиваюсь если мне говорят что я что-то сделал не так или это можно было сделать лучше для меня это только в радость то есть я учусь все это был я и мой пепелат увидимся уже на поездке я думаю в Эйлад через почти весь Израиль всем удачи всем пока 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 я